Уважаемые друзья, мы завершили наше обсуждение в узком составе. Сейчас переходим к обсуждениям на расширенном составе. И к нам присоединились коллеги из Ирана и Узбекистана. Я прежде всего хочу поприветствовать первого вице-президента Исламской Республики Иран Мохаммеда Резу Арефа за участие в сегодняшнем заседании Евразийского межправительственного совета. Повлеченность Исламской Республики Иран в сотрудничестве ЕАЭС, несомненно, расширяет возможности экономического взаимодействия и пользуется нашей полной поддержкой. От имени членов Евразийского межправительственного совета позвольте также поприветствовать главу правительства Республики Узбекистан Абтулу Нигматовичу Арифову. Сегодня предусмотрено также подписание плана совместных мероприятий Евразийской экономической комиссии и Республики Узбекистан на 2024-2026 годы, что будет способствовать расширению торговли и развитию экономического сотрудничества. Хочу выразить признательность также кубинской делегации. Уважаемые коллеги, армянская сторона придает первостепенное значение переговорам по заключению договоров о свободной торговле с третьими странами, которые настроены на взаимовыгодное сотрудничество. Для того, чтобы по возможности оптимизировать взаимодействие на внешнем контуре, следует провести дополнительный анализ существующих торговых соглашений с третьими странами для выявления их недостатков и определения направлений для их улучшения, тщательно проработать возможность внедрения новых положений с целью увеличения объемов торговли, установить четкие критерии оценки эффективности взаимодействия, такие как уровень торговли, инвестиционные потоки, развитие инфраструктуры. Регулярный мониторинг и оценка результатов сотрудничества будут способствовать своевременному внесению корректировок в стратегии и соглашения, обеспечивая надежное и устойчивое развитие торговых связей. Уважаемые коллеги, хочу отметить, что неразрешенность вопросов создания общего рынка энергоресурсов в рамках ЕС в значительной степени замедляет темпы роста экономик наших государств, которые могли быть более высокими, чем сейчас. Хотелось бы также отметить актуальность осуществления эффективной транспортно-логистической политики для Армении. С точки зрения сокращения сроков доставки грузов, поиска новых альтернативных транспортных коммуникаций между Азией и Европой, между Севером и Югом, хочу еще раз акцентировать внимание на проекте правительства Республики Армения «Перекресток мира». Целью проекта является формирование наиболее благоприятных условий для развития торгово-экономических связей между всеми заинтересованными государствами, а также значительное наращивание логистического потенциала регионе на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции стран, принципов равноправия и взаимности. Республика Армения готова полностью обеспечить безопасность прохождения грузов, транспортных средств и людей по своей территории. Кстати, все утверждения о том, что Армения где-то в каком-то документе якобы согласилась, что третьи страны должны обеспечивать безопасность коммуникаций на ее территории, являются просто искажением действительности. Хочу заметить, что тоже касается неких комментариев о том, что Армения где-либо, когда-либо, как-либо согласилась на какое-то ограничение своего суверенитета по поводу региональных коммуникаций. Это никогда не было такого, и это тоже явное искажение действительности. Обязательство Армении однозначно гарантировать безопасность грузов, транспортных средств и людей на своей территории, и мы это гарантируем. Уважаемые участники заседания, более подробную информацию о проекте «Перекресток мира» и вы можете получить из-за одновременных проектов, которые доступны участникам сегодняшнего мероприятия. Спасибо за субтитры!